Здорово, откидывайся на спинку кресла и расслабься, а я расскажу тебе краткий пересказ фильма Новый порядок и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить еще больше видео Фильм показывает деталях тот самый разрыв между бедными и богатыми В самом начале фильма видим что-то похожее на картину шизофреника или еще что-то, я в этом конечно не разбираюсь Старик Роланд сидит в больнице рядом с кроватью своей жены Элис Неожиданно раздается шум и крики Всех пациентов принудительно выводят из помещения, несмотря на серьезные заболевания Их места занимают тяжелораненые и протестующие Врач говорит, что началась жопа, ведь это Мексика, родина горячих людей Также советуют Роланду сделать операцию жене в частной клинике Но это ему будет стоить примерно 200 тысяч песо У старика нет таких денег Несмотря на пиздец, который происходит вокруг, Марианна с Аланом шикарно отмечают свою свадьбу Сегодня здесь гуляют все богачи и авторитеты в разных сферах влияния Марианна, дочь Ивана, одного из самых влиятельных бизнесменов в городе Девушка отдает мамке денежные подарки гостей И она убирает их в сейф Женщина замечает, что из-под крана течет фанта А значит повстанцы уже здесь Иван считает, что все это херня Если что, вызовем ментов А это точно известно? Однако его супруга волнуется и велит старшей домработнице Марти найти зеленую краску Вскоре на свадьбу прибывает Витек Высокопоставленный правительственный чиновник И радостно заявляет, что им удалось получить разрешение на строительство важного объекта А значит скоро можно будет отмывать деньги Все гости веселятся и зажигательно танцуют Как только Витек узнает, что повстанцы уже в нескольких кварталах отсюда Он немедленно забирает семью и сваливает Неожиданно на пороге дома появляется Роланду Он с Алисой долгое время работал на хозяев Мужчина умоляет хозяйку дать ему в долг 200 тысяч песо На срочную операцию для жены Женщина возвращается на банкет Просит денег у Ивана и сына Даниэла Она дает Роланду 35 тысяч песо Однако этой суммы недостаточно и старик обращается за помощью к Марьяне Даниэль дает Роланду еще несколько тысяч и иврит съебать Марьяна пытается открыть сейф Она готова отдать свадебные подарки Но родные сменили пароль Отец и брат отказываются называть новую пароль Тогда девушка берет свою кредитку и идет ко входу в особняк Вот только старик уже ушел Марьяна зовет сыном Марты Кристиана И они вдвоем втихаря уезжают с вечеринки в дом Роланда Однако дорогу заблокировал спецназ Чтобы сдержать напор повстанцев Так что ребята вынуждены пиздюхать назад По радио сообщают, что негодяи творят бесчинство и погромы в городе Правительству насрать с высокой горы Армия простаивает на некоторых постах Множество протестующих прорывает в особняк Ихняя одежда залита красно-зеленой говнокраской Лидер повстанцев Джон Коннор или Хосе Стреляет в Ивашку Однако Филипп Начальник службы безопасности бизнесмена Предает хозяина и становится вонючей крысой И идет служить повстанцем Ебучая крыса Он заставляет хозяевку открыть сейф После открытия он ее гасит В это время прислуги выносят все ценные из дома Только Марта остается верна к лятве прислуги Она звонит крестьяну и просит их не возвращаться домой Врываются бунтари и пиздят служанку Около особняка на машину Марианы Нападают мятежники и едва Тем получается уйти В доме творится настоящий экшен Прислуги пиздят и раздевают и грабят богачей Повстанцы уничтожают дорогие картины Ломают мебель Ссут в урну И срут в углу Подтираясь за навесками В доме они забирают все Что представляет хоть какую-нибудь ценность Дом наполнен телами убитых Ублюдки не пожалели даже беременную жену Даниэла Крестим садится за руль Прячет Мариану сзади И они с трудом пробиваются к дому Роланду Оказывается старик Кто бы мог подумать это дядя Кристиана Он говорит что Телефоны в городе не работают Мариан обещает отвезти лесу в больницу Здесь как и по всему городу Мятежники устраивают погромы и грабежи По радио сообщают что военные постепенно Устанавливают контроль над разными частями города Ночью Марта приходит в себя И видит что особняк полностью разграблен На соседних улицах все еще творится война Иван с Даниэлом чудом выжили Утром протестующие покидают район особняка Ее сын сопровождает отца по дороге в больницу Кристиан выходит на улицу чтобы оценить обстановку Но его охладают несколько военных И заставляют отвезти его к Марии Они солдаты говорят что хотят доставить девушку домой Что им можно доверять Они их уговаривают Но как только они садятся в фургон Военные забирают ее телефон Сережки, кольцо и часы Весь город утонул в трупах которых Никто не хочет убирать Всем и так нормально Военные добивают тяжелораненых Чтобы не возиться с ними Батья отвозит Мариану не домой А на военную базу где пишут ей порядковый номер Но не на рукаве, а на лбу И садят к другим похищенным Большинство из которых из богатых семей С пленниками грубы Я бы сказал даже пиздят И заставляют назвать свои личные данные И телефоны родственнику Чтобы воспользоваться дальнейшим для вымогательства Ночью всех девушек ведут Насиловать Даниэль в поганых чувствах Занимается организацией похорон жены и матери Даниэль и Аллан Просят Виктора помочь разыскать Марию Чиновники обещают помочь И знакомят их с генералом Урибе На следующий день Даниэль и Аллан Хоронится их близких Уже вскоре его она выписывает из больницы Отправляя долечиваться домой Виктор навещает приятеля И обещают найти его дочь С момента пропажи Который прошел уже месяц Прислуга после мятежа Видит себя как вонючая мразь И не торопится выполнять приказы хозяев На военной базе солдаты Снимают пленников на видео И заставляют их просить выкупу родственников В случае неподчинения Военные угрожают отрезать ему голову Орландо просит солдат Пропустить его в больницу к жене Но они отвечают что сейчас Не надо И гасят его Элис уже умирает Но в больнице Либо без операции Либо просто по потере мужа Супругу хоронят вместе Аллан получает сообщение от военных С требованием выкупов 10 миллионов За Мариану Аллан и Даниэль приходят к Виктору И генералу И приказывают Или точнее даже показывают им видео Похитителей Старший говорит рядовым военным Что они получат только 200 тысяч За Мариану Пойцы недовольны такой маленькой долей Ночью рядовые и втайне от начальства Приходят к Кристиану И велят ему достать 800 тысяч Тогда они вернут Мариану Кристиану и Марты получают пропуска в город Приезжают к Даниэлю И рассказывают ему про условия военных Иван соглашается с требованием И солдат Даниэль передает нужную сумму Кристиану Прислуга дает все деньги военным Но жадный скот хочет еще Они заявляют что это был всего лишь аванс И требуют завтра принести еще миллион На военной базе заключенного номер 3 освобождают После получения выкупа От родственников Пленника Ведут И убивают Все понимают что отсюда никому не уйти живым Тут то и выясняется что переворот устроили местные военные Поэтому они то и не мешали повстанцам Перестав быть солдатами Они стали боевиками предателями Они уже подписали себе приговор Только его просто откладывают На следующий день Кристиан и Марта Рассказывают Даниэля о новом требовании военных Парень сразу же звонит Виктору И говорит что Это прислуга похитила его сестру Вскоре люди Алибе Ловят шакалов вместе с прислугой Которая была во многом замешана Генерал лично забирает Мариану А всех остальных пленников и рядовых военных Расстреливают на месте Тела Настоящих похитителей сжигают Чтобы скрыть причастность армии к этим преступлениям Мариану привозят в дом Кристиана И гасит в ванной Пистолет вкладывают в руку хозяина Будто он похитил и убил девушку И сразу вышибают ему мозги Генералу Рябея Виктор Иван Присутствуют на трибуне Где собрали всех лидеров экстремистов Одной из будущих повешенных как собака Стоит и Марта